Пресс-конференция посвящена объявленному к админам конкурсу на замещение вакантной должности главы государственной фискальной службы, а также участию харьковских активистов, речь идет и о бизнесе, и об общественности, в организации на локальном уровне, здесь в Харькове, предварительного отсмотра кандидатов от Харьковщины на этот конкурс. Я передаю слово Александру Чуманку, президенту Ассоциации работодателей. Собственно, сегодня на сайте Ассоциации объявлены конкурсные условия, по которым этот конкурс будет проходить в Харькове. И на момент проведения пресс-конференции уже несколько сотен просмотров данный документ набрал. Александр расскажет о хайковском опыте в этой сфере и почему именно его организация вместе с платформой гражданских сил, в которую она вливается, то есть выступает инициатором проведения этого конкурса. Добрый день, друзья. Начну с того, что официально конкурс кабинета министров еще не объявлен. Мы сделали запрос публичной информации, пока что ответа нет. Но со слов премьер-министра будет создана кадровая комиссия, которая займется вопросом отбора кандидатов на пост начальника главной фискальной службы. Действительно, на сегодняшний день у нас там уже больше 500 просмотров новости. Это, видимо, связано с тем, что у нас есть опыт на местном уровне по проведению такого конкурса. И поскольку этот опыт у нас есть, естественно, мы считаем необходимым Харькову включиться в борьбу за пост и главного налоговика всей Украины. На сегодняшний день на сайте Ассоциации частных работодателей вы можете зайти посмотреть условия подачи своих кандидатур для отбора на местном уровне. Мы немножко конкурс модернизировали по сравнению с тем, что был проведен в мае. И поскольку пост начальника государственной фискальной службы Украины намного значимее, чем областной, то, естественно, мы его разбили на два этапа и решили провести сначала отбор кандидатур на областном уровне, а потом непосредственно собеседование с участием жюри, куда будут включены представители организаций, которые имеют вес, в том числе всеукраинский, и в том числе экспертов. Почему именно Харьков? Я уже сказал, что мы считаем необходимым участвовать в кадровых назначениях. Эти назначения должны быть публичными, открытыми и не быть кулуарными, как это было до последнего времени. Общественность в этом процессе должна принимать самое активное участие. В назначении главного налоговика Украины, конечно же, в первую очередь, должно принимать участие бизнес-сообщество, поскольку оно заинтересовано в открытости, и общественники других объединений. Кроме этого, мы понимаем, кого мы хотим видеть на этом мосту. Это должен быть человек, который должен в первую очередь заботиться о реформировании самой налоговой системы, самой налоговой службы. Он должен иметь постоянный контакт с бизнес-сообществом и общаться с бизнес-сообществом с позицией, не так, как сейчас, презумпции виновности налоговика, вернее, налогоплательщика, а с позицией презумпции невиновности. Каждый налогоплательщик должен быть уважаем в этой стране. Каждый, кто создает рабочее место, платит налоги и видит свое будущее в Украине. Сейчас я хочу передать слово одному из участников данного процесса, Сергею Яковлевичу Полетучий, представитель общественного объединения «Разум». Ну, собственно говоря, я хотел бы, по сути того действия, которое мы затеяли, особенно сказать нечего, просто Александр, но я хотел бы обратить внимание на то, что сегодня наша сторона переживает уникальный период в своей истории, когда может произойти, да должен произойти, радикальный слом самих принципов формирования вертикальной власти или власти, может быть, горизонтальной. И именно в этой связи то, что мы сейчас инициируем, это инициатива вот того нового образования гражданской платформы Харьковщины, которая своей целью и смыслом своего существования рассматривает построение гражданского общества, настоящего гражданского общества, которое бы активно влияло в управлении всеми сторонами жизни страны. Дело в том, что вот если у нас страна за 24 года своей независимости прошла два параллельных пути. С одной стороны, предпринимательской составляющей общества практически радикально поменяла ландшафт управлению ско-политическим, перейдя от планово-распределительной экономики, по сути дела, почти настоящие различные конструкции. Но при этом параллельно в стране существует та советская вертикаль власти со всеми принципами формирования, которая и привела к караху в свое время советского строя. Сейчас общество всколыхнулось год назад Майданом, и задача общества не уснуть и не перестать контролировать власть, а всячески активно влиять на нее. Одной из проблем формирования власти, вчерашней проблемой, являлась, я бы сказал, закрытокулуарная формирование власти, принципов формирования по, по сути дела, такому бытовому языку, говоря, знакомству и проталкиванию на основе личных связей, личной преданности к каким-то кандидатурам. Безусловно, при видимости быстроты и качества такого подхода, это совершенно неприемлемый и дефектный способ продвижения, который, безусловно, не может учитывать все качества, совокупность качеств необходимых для того, чтобы человек хорошо выполнил свои обязанности на том или ином месте. Безусловно, узкость того круга людей, которые вчера, да и сегодня еще участвовали и участвовали в выборе кандидата на ту или иную должность, априори определяет, сужает, вернее, круг и возможности выбора по-настоящему профессиональному и ответственному человеку. Такой подход, который анонсировал Александр, он позволяет общественности очень широко участвовать в этом процессе, и позволяет, наверное, вот это «Алло, мы ищем таланты» реализовать в каких-то действительно успешных назначениях. И если даже в результате будут какие-то ошибки, они неизбежны. В любом случае, в долгосрочной перспективе и в масштабах страны, это однозначно более прогрессивный и более результативный способ формирования власти, чем традиционный «Куларный», который не дискредитировал себя на всех этапах развития нашей страны. Пожалуйста. Александр, у меня вопрос. Предыдущая, скажем, инициатива по выбору руководителя Харьковского управления ГФС, она длилась, по-моему, если я не ошибаюсь, около 9 месяцев. В конечном итоге родилось это решение. То есть здесь, я так понимаю, страна не может остаться без главного налоговика. То есть какие-то примерные сроки определены. И как будет выглядеть немножко, чуть подробнее сам процесс. То есть я так понимаю, что подробно он написан на сайте ассоциации. И есть какой-то дедлайн подачи заявок, кто будет входить в жюри или в экспертную комиссию по отбору заявлений. Насколько я понимаю, бизнес к этому должен. И бизнес, и общественники. То есть те люди, которые разбираются в нового обложения, имеют определенный опыт. То есть могут на это реагировать уже достаточно серьезно. Поскольку когда прозвучал конкурс на замещение вакантной должности руководителя Харьковской налоговой, то есть кто-то воспринимал это с юмором, кто-то отнесся всерьез. И в конечном итоге, собственно, и был избран на эту должность. Я в свое время посчитал, сколько дней нам ушло на то, чтобы добиться результата. И оказалось, что это те же 242 дня, которые держался Донецкий аэропорт на самом деле. Да, конечно же, было тяжело. Мало кто воспринимал серьезно нашу инициативу. Но поскольку мы были заряжены на результат, то нам это удалось. Единственный вопрос, что пока что мы не имеем окончательного назначения. Пока что Михаил Владимирович исполняющий обязанности. Но тем не менее, мы и в этом направлении работаем. Я уже сказал, что мы внесли корректировки проведения данного конкурса. Для того, чтобы сделать его более публичным, более прозрачным. Мы разместили на сайте ассоциации условия конкурсного отбора. Подача резюме, мотивационного письма и декларация о доходах за 2014 год. А это обязательно происходит до 15.03 апреля. Почему мы включили декларацию? Понятное дело, что человек, который идет на такую должность, должен быть открытым и публичным. И все равно при прохождении качательного конкурса, при устройстве на данную должность, он декларацию должен будет предоставить. Мы формируем сейчас отборочную комиссию. В принципе, она на 90% сформирована. Это представители бизнес-сообщества, как со стороны малого и среднего бизнеса, так и крупного. Это представители Европейской бизнес-ассоциации, ассоциации частных работодателей. Опять мы подключаем палату налоговых консультантов, союз работников сферы безопасности. У нас есть два представителя громадской рады при Государственной фискальной службе Украины. Представители инициативной группы громадской рады при Главном управлении Государственной фискальной службы Харьковской области. У нас есть представители общественности со стороны молодежи, со стороны СМИ, волонтеры, юристы. Ну и еще мы рассматриваем несколько кандидатур. Это будет отборочная комиссия, которая будет изучать документы. Естественно, все резюме, все мотивационные письма, в которых свои кандидаты изложат причины участия в конкурсе, будут опубличены как на сайте ассоциации, так и мы готовы предоставить их СМИ для изучения. Следующий этап – это непосредственно отбор жюри, который проведет публичное собеседование с победителями, которые выйдут в финал. Вопрос. Планируете ли Вы взаимодействовать с Харьковской общественной иллюстрационной палатой, поскольку все-таки выбор Михаила Кагарпина был вплотную с ними совершен? И второй вопрос. Есть ли реакция Киева на Вашу инициативу? Первое. Конечно же, с Харьковской общественной иллюстрационной палатой мы сотрудничаем будем обязательно, потому что у нас сейчас это самая активная инициатива в регионе, и проект иллюстрационной палаты признан был на всеукраинском уровне как лучшая программа региональная в конкурсе антикоррупционных инициатив. Мы пока что не знаем, как реагирует министерство финансов по одной простой причине. Мы пока не получили ответ о том, каким же образом будет проводиться конкурс там. Но то, что мы сделали публичный запрос, уже говорит о том, что мы знаем о инициативе и будем в ней активно участвовать. Насколько я помню, премьер-министр поручил в течение двух недель министру финансов сформировать кадровую комиссию и информировать общественность об условиях проведения конкурса. Но параллельно мы еще и известили, естественно, размещением на сайте общественность и общественный совет при государственной фискальной службе. Группа в Фейсбуке уже оповещена об этом конкурсе. И я же говорю, уже больше полутысяч просмотров мы имеем на сегодняшний день. Поэтому весь процесс будет проводиться публично, открыто. Никакой кулуарщины у нас не будет. Мы будем привлекать максимальное количество экспертов, для того, чтобы тот выбор, который сделает Харьков, я подчеркиваю, это Харьков будет делегировать своего кандидата, был максимально признан общественностью и бизнес-сообществом. А если кто-то из регионов других захочет участвовать в вашем конкурсе? Пожалуйста, это даже плюс большой. Мы даже не сомневаемся, что такие конкурсы будут проведены и в других регионах. Почему бы нет? И это, в принципе, хороший показатель, потому что таким образом мы показываем власти, что общество активно участвует в реформах. Мы не только критикуем, мы предлагаем, мы участвуем в том, что предлагаем, и мы будем отвечать за результаты вашей работы. Я бы позволил себе буквально два слова, так, не дайте Александру, по какому направлению. Я бы сказал, отвечая на вопрос, кто будет участвовать, могут ли участвовать в реформационной палате или еще кто-то. Обратите внимание на то, что очень быстро процессы происходят, и мы, к сожалению, организационно еще не можем объявить о юридическом лице, представляющем вот эту вот широкую платформу общественных сил в области. Но фактически, консультационно она уже сформировалась и продолжает с открытыми дверями приглашать все здравые, патриотические, прогрессивные силы области войти в эту платформу. Эта платформа, еще раз, организационно практически сформирована, и вот здесь присутствующие люди, это ее члены этой платформы. Она сформировалась как ответ общественности на несоответствие старого формата Громадской Рады Преволоженной Администрации новым требованиям общества. И поэтому главным, как раз, может быть, критерием отношения к обществу этой организации, этой платформы является открытость и искреннее желание привлечения всех здраво-конструктивных сил и диалогов к совместной деятельности. Поэтому, безусловно, в том числе и та организация, которая спросила. То есть, насколько я понимаю, в начале апреля уже состоится установочный съезд и учредительное собрание этого объединения. И, по сути дела, вот как раз данный конкурс является первым уже реальным мероприятием, которое проводит, собственно, платформа гражданских сил. Сейчас, минутку. Я еще хотел вам сказать, Александр, правильно я понимаю, что, ну, все-таки речь не идет о том, что здесь, в Харькове, люди проводят какой-то конкурс, а там, как бы, в Киеве решают, что он совсем должен по другим принципам проходить, там, и так далее, и так далее. То есть, я так понимаю, что те наработки, которые были собраны в рамках, как бы, выдвижения кандидата от Харькова на пост руководителя управления ГФС в Харьковской области, да, и, ну, как бы, и легли в основу вот разработки этих документов, порядка, отбора, там, и так далее. И, насколько я понимаю, у вас есть некий абсолютный, как бы, контакт с руководителем общественного совета при ГФС, и там, как бы, общественный совет при ГФС, речь идет о Украине. Он был создан, в общем, в прошлом году, да, собственно, и, да, в сентябре прошлого года, и, собственно, и Михаил Гагаркин, и на тот момент действующий руководитель Харьковского управления ГФС господин Фессиунин, они проходили собеседование в совете по кадрам ГФС и получили оба, соответственно, рекомендации на эту должность. Вот немножко, так сказать, об этом, то есть, как будет происходить в итоге взаимодействие, собственно, с Киевом по этому поводу. И действительно, что в остальных областях? Что-то происходит или мы в этом плане пионеры? Ну, мы в этом плане действительно пионеры. Я знаю только, что нашим опытом ко мне обращались предприниматели города Нежино, и они сейчас там проводят конкурс на районного налоговика. Полностью взяли наши наработки, он объявлен две недели назад. Но в рамках назначения начальника Государственного фискального службы Украины мы действительно первые, кто сделали этот шаг. Еще раз подчеркиваю, что мы не представляем здесь кадровую комиссию, которая будет создана при Министерстве финансов. Мы есть инициатива, которая будет проводить конкурс на региональном уровне и лоббировать потом человека, который победит в этом конкурсе, в конкурсе всеукраинском. Как было это в августе прошлого года, когда мы лоббировали наш выбор по областному налоговику. У нас опыт такой есть, более того, тогдашний начальник кадровой комиссии Елена Макеева, когда мы приехали в сопровождение нашего кандидата, она тогда сказала, что тут бюджет хорошей президентской кампании. То есть мы не просто приехали с пустыми руками, у нас было на руках полностью весь фактаж, наглядные материалы о том, что мы сделали на харьковском уровне. И каждый член комиссии заранее смог ознакомиться с тем, что мы сделали. То есть мы не приехали, не начали на пальцах что-то объяснять. Кроме этого, тот процесс, который происходил в Киеве, мы еще его параллельно и опубличивали с помощью стрима проекта «Накипело». И полностью весь конкурс был потом снят и выложен онлайн. То же самое мы будем, конечно же, делать и в рамках конкурса на Волу ДФС Украины. То есть мы заинтересованы в том, чтобы и этот конкурс был проведен публично и открыто. И мы приложим все усилия, все, что в наших силах, для того, чтобы этот конкурс прошел именно так. То есть Харьков, скажем, Харьковский конкурс, это некий фильм, да? Вопросы, да, потому что вы говорите очень много, но очень разлычато. Если можно, город, как говорится, нескольких фразов. Кто? В какие сроки? Это только Харьковский проект? Или он будет все-таки объединять ряд областей Украины? Короткую презентацию. Да, значит, инициировали, это практически, мы взяли опыт Ассоциации частных работодателей, инициировали этот конкурс. Фактически он родился сразу же после заявления премьер-министра о необходимости проведения публичного двора. В участии в этом конкурсе, вернее, в его организации, принимает участие организация общественная, которая является основоположниками платформы гражданских сил. Это большое региональное объединение, которое, возможно, потом перерастет в общенациональное. Сейчас, не имея информации о порядке проведения конкурса в Министерстве финансов, мы пока планируем принятие документов на региональный фильтр до 3 апреля и провести публичное собеседование до 10 апреля. Мы предполагаем, что эти сроки могут быть откорректированы под объявление конкурса уже в Министерстве финансов. Потому что пока что мы не знаем, каким образом будет проводиться там. Но мы готовы на сегодняшний день провести абсолютно прозрачный публичный конкурс в рамках региона. То есть делегировать представителя Хачевщины на этот пост. Я правильно поняла, что вы не делаете переговоры с бизнес-ассоциациями из других регионов Украины, о том, чтобы они выбегали своих кандидатов у себя, отбирали или наоборот прислали их сюда? Нет, мы пока не вели, и я не думаю, что есть необходимость в этом процессе. То есть если такая инициатива, например, появится в ВТС Львове, в Днепропетровске, это даже хорошо. То есть у нас будет альтернативный конкурс, абсолютно прозрачный. Но мы готовы, во-первых, поделиться нашим опытом, и естественно, мы будем отстаивать наш выбор, потому что это наше, это Харьковское конкурс. Харьков forever. Я хотел бы, если позволите, дополнить к вашему ответу на ваш вопрос. Дело в том, что я хотел бы обратить ваше внимание о таких радикальных, институциональных изменениях в подходе к формированию власти. Вот посмотрите, на протяжении всей нашей истории и до сегодняшнего дня первое, что приходит в голову, когда мы говорим о выдвижении какого-то хорошего, нормального, замечательного, будем исходить из того, что нормального, хорошего, замечательного человека на той иной должности, то первое, что приходит в голову, это определенная схема выхода на определенных людей, чтобы этим людям заявить о том, что у нас есть хороший человек. А кто знает Можкина? А кто знает этого? Радикальный слон заключается как раз в том, что нужно полностью поменять систему формирования власти. Ее полностью не поменяешь, конечно, но подходы, по крайней мере, к этому. И насчет областей других. Вот если этот подход и к формированию власти, и к контролю за выполнением власти, принятых на себя обязательств, и принятых ею же решений, а также законодательных, каких-то норм общегосударственных, у нас получат определенное общественное развитие и сформируются общественные структуры, то мы будем очень рады, и мы на это надеемся, что коллеги, общественники из других регионов Украины будут пользоваться нашими наработками и будут подтягиваться к этому общественному движению. Ничего фантастического в этом нет, хотя забегать вперед, конечно, опасно с принципов, не сглазить и вообще с разных соображений. Но, тем не менее, я уверен, что Харьков имеет все основания предполагать, что он имеет достаточно и интеллектуальных сил, и зрелого общественного сознания, чтобы стать застрелочником и инициатором таких инициатив, с которыми могут потянуться и другие. И хочу еще дать слово Александру Абрамову, который является советником Михаила Багаркина, который на сегодняшний день исполняет обязанности руководителя главного управления ГФС Харьковской власти. Аня, можно? Спасибо большое. Я чуть-чуть назад учился на несколько реплик предыдущих. И хочу продолжить. Вот Сергей Яковлевич сказал о том, что это открытая платформа, куда приглашаются все общественные организации, ну и все люди, которые хотят видеть в определенном степени децентрализацию и демократичность в выборе руководителей нашего государства. Александр Владимирович, у меня больше к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, после вашего удачного опыта, вот в течение 242 дней на выдвижении Михаила Багаркина на эту должность, расширилось ли количество людей или профессиональных бизнес-организаций или бизнес-ассоциаций, или общественных организаций, которые стали заинтересованы в этом процессе. То есть вот гражданское общество, которое поняло, что изменения и сдвиг начались, и готово влиться в ряды людей, которые выдвигают на высшие руководящие государственные посты людей из общества. увеличилось ли количество членов общественных организаций, которые прямо заинтересованы и участвуют в этом процессе. Да, действительно. Если у нас в мае месяце, если брать тот конкурс, в его участии принимало 12 организаций, 11 бизнес-ассоциаций и 1 общественная организация, на сегодняшний день у нас, если взять платформу гражданских сил, там больше 30 организаций, которые представляют платформу и которые являются в том числе инициаторами проведения этого конкурса. То есть это уже в два раза. Более того, как я уже сказал, другие регионы заинтересованы проведением этого конкурса, используя наш опыт, первый самый яркий случай – это Нежин, который две недели назад объявил конкурс на районного налоговика. Мы говорили еще с представителями Винницы, которые заинтересованы в проведении такого конкурса. И, в принципе, вся информация о проведении конкурса, она есть у нас на сайте. И последний раз я смотрел, там, по-моему, около 6 тысяч просмотров было касаемо процедуры, которую мы проводили. То есть люди заинтересованы, они изучают этот процесс. Я уже сказал, что общественный совет при государственной фискальной службе заинтересован делегировать своего кандидата, а там аж 154 организации на сегодняшний день. И этот процесс у нас фактически сейчас превращается в такую цепную реакцию управляемой общественностью, и это хорошо. Потому что именно таким образом мы показываем то, что старые времена уже 100% не вернутся. Мы не увидим вот этих кулуарных назначений, что очень важно. Мы не увидим продажи должностей, как это было при попередниках. И общественность в этом процессе должна принимать самое активное участие. То, о чем мы говорили не раз, и то, что мы делаем постоянно. Ответила я на вопрос? Да, конечно. Цифры я услышал. Елена, у вас больше вопросов нет? Давайте я послушаю задам. Хорошо. Прозвучало, вернее, прозвучало условие отбора, в какие этапы будет он неровен. А вот есть ли какие-то уже сформированные требования кандидатам, которые требуют на это? Требования у нас фактически, критерии отбора, скажем так, это 10. Они есть, в принципе, у нас на сайте. Но кратко пробегусь. Это отсутствие в основном подозрениях в коррупционных действиях. Это отсутствие фактов нарушения кандидатов в прав человека и гражданина. Это отсутствие непокашенной судимости либо открытых уголовных производств. Это отсутствие фактов злоупотребления властью и превышения служебных полномочий, если человек уже был госслужащим. Это наличие опыта по специальности, который является дополнительным преимуществом. Мы подчеркиваем. Это наличие опыта предпринимательской деятельности, которая тоже является дополнительным преимуществом, но не определяющим. Это наличие опыта работы по специальности или госслужащим. Это тоже является дополнительным преимуществом, но не определяющим. Это высшее образование, но это понятно. Наличие образования по специальности является дополнительным преимуществом. Девятый пункт – это наличие рекомендаций бизнес-ассоциаций или общественных объединений, что является дополнительным преимуществом. Важный вопрос – это запрет рекомендаций от любых политических партий. Мы приняли для себя сразу важное решение, что участие в отборе кандидатов представителей политических партий не могут принимать участие априори. Должность не должна привязываться к никакой политической партии. Спасибо. 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 Спасибо.